В эфире студия репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. Тема сегодняшнего разговора общественный бюджет 2018. В этом году, как и в прошлом, он составляет 100 миллионов гривен. Решить куда потратить эти деньги может каждый совершеннолетний одессит. Достаточно иметь одесскую прописку в паспорте и проголосовать за электронную петицию. Кстати, интернет-платформа социально активных гражданин принимает проекты уже неделю. И тем, кто хочет зарегистрировать свои идеи, стоит поторопиться. Заявки будут приниматься всего месяц. Ну а на голосование отведут 20 дней. Подробнее об общественном бюджете 2018 расскажет Александр Жильцов, директор департамента внутренней политики. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые одесситы. Ну что ж, начнем обсуждать. И вот то, что меня заинтересовало. 100 миллионов – это действительно сумма не маленькая, как мне кажется, но на один проект можно выделить от 200 до 5 миллионов гривен. Правильно? Совершенно верно. Положением об общественном бюджете предусматривается сумма от 200 тысяч до полумиллиона гривен. Но есть определенные корректировки. Допустим, если у человека проект менее затратный, но на самом деле интересный для города, комиссия на свое усмотрение. И если это на самом деле интересный проект, может принять решение о том, чтобы сократить эту сумму и тоже поставить на голосование. Что можно сделать за эти деньги? Реально. Вот всегда мы любим говорить голыми цифрами, для того, чтобы человек понимал, что такое там 200 тысяч гривен, что такое 5 миллионов гривен. Что за эти деньги можно сделать? Можно разметку сделать в городе Одесса? Можно дороги поменять? Потому что вот то, что мы, журналисты, видим, то чем к нам обращаются – это дороги, это разметка, это фасады, это транспорт. Что реально сделать за эти деньги? На самом деле общественный бюджет предусматривает, конечно же, реализацию каких-то социальных сфер. То есть все, что касается закупки какого-то оборудования, поточного ремонта, ремонта дорог, как вы говорите. Для этого предусматриваются средства городского бюджета, соответствующие депутатские комиссии, департаменты городского совета. Они как раз этими занимаются. И сама идея, смысл общественного бюджета – это как раз для реализации каких-то более социальных, интересных программ, каких-то услуг. Для этого предусмотрены различные сферы, которые охватывают практически всю жизнь деятельности города. Какие сферы? Безопасность и общественный порядок, туризм, телекоммуникация, связь, дорожно-транспортная инфраструктура, энергосбережение, окружающая среда, коммунальное хозяйство, культура, здравоохранение, спорт и так далее. Что можно сделать за 5 миллионов гривен? Не знаю, эквивалент чему это? Какой проект можно осуществить за эти деньги? Посоветуйте что-нибудь, например, тем, кто желает оставить свою идею на сайте электронных петиций. Если брать учет опыт 2017 года, в самом деле были проекты, которые где-то охватывали такую сумму около 5 миллионов гривен. Это было и строительство всяких детских площадок, и спортивных комплексов, и реализация внедрения в общественном транспорте программ зарядок электронных, закупка школьной формы для детей с особенными потребностями и так далее. То есть на любой вкус, на любой выбор можно поучаствовать. Тем более все мы любим и все мы понимаем, когда результат нашей работы можно пощутить и потрогать, как говорится, это что-то создать, какую-то площадку построить детскую в самом деле. Но не стоит забывать и о том, что с помощью этих денег мы можем показать услуги тем гражданам и тем незащищенным слоям населения, которые сегодня есть. Это бездомные, это дети-сироты, это инвалиды, ветераны. И эта программа, как я предусматриваю собой, позволяет реализовать какие-то программы, помощи и оказание услуг данным категориям людей. То есть нужно понимать направленность проекта, и если кто-то напишет, хочу поменять фасады или отремонтировать балконы, вы не будете рассматривать такой проект, правильно? То есть это должна быть социальная направленность? Должна быть социальная направленность. Это улучшение сферы услуг. Допустим, если это медицина, в этом году убрали возможность закупки оборудования, потому что для этого... Кстати, да, Александр, есть информация о том, что поменялись правила подачи петиции и голосования. Расскажите нам о том, что нового в этом году? Совершенно верно. Прошлый год это был пилотный проект. Первый раз запускался общественный бюджет, и, конечно же, многие фильтры были сняты для того, чтобы определить слабые места, для того, чтобы вообще понять, насколько оно эффективно, как реагируют люди и что нужно подредактировать. Конечно же, с учетом этого были заявки и были проекты по закупке медицинского оборудования. Все мы понимаем, что оно достаточно дорогостоящее. Момограф купили, да, насколько я знаю, в одной из клиников? Купили момограф, как раз это обошлось 5 миллионов гривен, но в этом году внесли поправки, и все мы должны понимать, что они нужны нам, потому что для закупки медицинского оборудования есть специальная программа бюджета, и есть департамент здравоохранения, который осуществляет покупки данных средств. Поэтому не стоит путать общественный бюджет и закупку такого рода оборудования. Чиновники, насколько я знаю, не могут оставлять петиции, хотя оставляли в том году. Четко знаю, что некоторые чиновники хотели и новые площадки детские, и общественные зоны сделать. Почему сейчас не могут? Совершенно верно. В этом году было принято такое важное изменение, что ни чиновники, ни депутаты, ни члены комиссии не имеют права подавать проекты в общественный бюджет. Пусть это работает в другой плоскости, да, голосование? Да, это возможность все-таки предоставлена Одесситом, общественным организациям, благотворительным фондом. К сожалению, и я тоже не имею возможности подать такой проект. А хотели бы? Хотели бы. Какой? Какой бы проект подали? Какой бы проект? Ну, в силу своей работы, конечно же, меня интересует и больше всего переживаю за сферу как раз оказания социальных услуг, потому что мы работаем с профильными общественными организациями, организациями, которые оказывают непосредственную помощь многодетным семьям, опять же, инвалидам, защищенным слоям населения. Вот в этой сфере я бы, наверное, и подал проект. Откуда берутся эти деньги, эти 100 миллионов гривен, и кто их формирует? Конечно же, деньги – это городского бюджета. Решением городского глоба Геннадьевича Труханова было принято, что такая программа должна быть в Одессе, и непосредственно сами одесситы тоже должны участвовать в жизнедеятельности города. Поэтому было принято решение выработать такую программу и предоставить возможность одесситам участвовать в создании таких прекрасных проектов. Кто-то редактирует проекты, которые попадают на сайт электронных петиций. Вот они выходят в первоисточники, мы за них голосуем потом, или кто-то редактирует, отсматривает, исправляет, возможно? Как мы с вами ранее говорили, это средства бюджетные, и, соответственно, накладываются определенные ограничения, которые установлены нашим законодательством, в том числе и бюджетным. Поэтому в первоисточнике проекты реализовываться, конечно же, не могут. Для этого и есть определенное время на подачу, для того, чтобы откорректировать какие-то моменты, нести технические изменения, либо бюджетные изменения в эти проекты. Поэтому вот как раз... Месяца хватит, как вы думаете? В этот раз немножко сократили сроки подачи до месяца. Хватит отредактировать, отсмотреть все проекты? Конечно же, времени на самом деле достаточно. И хочется сказать о том, что в предыдущем общественном бюджете из 256 проектов, которые были поданы, большая часть из них были поданы за несколько дней до окончания подачи. Мы все понимаем, для чего это делается. То есть люди переживают за то, чтобы там не было плакеата либо каких-то других нюансов. Но на самом деле этим самым в себе же хуже делается, потому что нет времени потом на какие-то внесения, уточнения. И многие проекты, большая часть была из них отсеяна. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подавать их пораньше, для того, чтобы внести эти правки и отредактировать, и все-таки принять участие в голосовании. Давайте поговорим об общественном бюджете 2017. Вернемся к опыту прошлого года. 40 проектов тогда были отобраны. Какие из них реализовываются, а какие не дошли до того, чтобы их воплотили в жизнь? Большинство проектов реализовываются. Есть, конечно же, проекты, которые находятся еще на стадии реализации либо вносятся технические вытачения. Давайте расскажем конкретно, какие проекты. Конкретно самый мой любимый пример – это реализация зарядок для мобильных телефонов, для гаджетов в электротранспорте Одессе, в частности в троллейбусах. Замечательный проект, прогрессивный, европейский. Это то, что нам интересно, нужно. Но, как оказалось, в ходе его реализации, опять же, наш электротранспорт ездит от постоянного тока. Зарядка наших гаджетов, электрооборудование требует переменного тока. Вроде бы ничего такого, но на самом деле для реализации проекта необходимо внести технические изменения в городской электротранспорт и только после этого реализовывать проект. То есть он не будет реализован, потому что это сложно? Не совсем так. Проект будет реализован. У нас, благодаря, опять же, политике городской власти, Геннадий Ильич, обновляется очень электротранспорт города, трамваи и троллейбусы. И во всех трамваях и троллейбусах нового образца, конечно же, эти зарядки будут установлены. Там позволяют технические средства для того, чтобы реализовать эти программы. Но что касается более старого образца транспорта, конечно же, там нужно будет доработать с точки зрения определенных структурных подразделений. И только после этого уже вносить изменения. Какие еще проекты реализуются? Интересные, на ваш взгляд, самые злободневные? Хочется сказать о том, что большинство проектов, победивших, это около 30%, если я не ошибаюсь, все-таки направлены на спорт. И, как оказалось, одесситы... Одесситы за спорт. Одесситы за спорт. А какого характера? Это площадки спортивные? Да, совершенно верно. В основном это строительство, установка площадок, спортивных комплексов. Это уже устанавливается? Да, я знаю, что по некоторым проектам уже началась работа. В этом плане начали осваиваться деньги, устанавливаться площадки. Есть проекты, которые не будут реализованы и по какой причине? Вот из тех, за которые проголосовали? Пока сложно об этом говорить, потому что официально, если не ошибаюсь, до 1 декабря есть срок реализации проектов и соответствующие структурные подразделения. Это департаменты городского совета, которые курируют эти вопросы, они как раз занимаются. И после 1 декабря мы сможем уже отчитаться конкретно, что было реализовано, что не было реализовано и какие были причины для этого. Как вы оцениваете активность одесситов? Сколько проголосовал человек тогда, в 2017 году? Сколько сейчас человек уже оставили свои петиции? Действительно это в этой программе и участвуют? Общественности или это, знаете, единицы, которые активны в Фейсбуке, активны в социальных сетях? Активность была достаточная, но все-таки хотелось бы, чтобы одесситы больше принимали участие. Мы, конечно, понимаем, что для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно ставить свои паспортные данные, нужно их внести. Кстати, прописка обязательное условие для того, чтобы зарегистрироваться, правильно я понимаю? Совершенно верно. При разработке любых таких программ, блогих, самое главное – это обеспечить прозрачность, для того, чтобы не было потом у людей, знаете, вопросов, как происходили те или иные голосования. Поэтому тут приходится выбирать из меньшего зла, и людям приходится оставлять свои паспортные данные. Не нужно переживать за то, что они куда-то пойдут, конечно же, это все вопросы конфиденциальные, и нужно лишь для того, чтобы подтвердить свое место проживания, город Одесса. А кто контролирует прозрачность выполнения? Вот нужно поставить площадку, на нее отведено столько-то денег. Кто контролирует, что именно столько денег будет потрачено на эту площадку, которую придумали те или иные жители нашего города? Да. Дело в том, что после голосования, после принятия этих проектов, к проекту подключается соответствующий департамент. Допустим, это строительство площадки, есть департамент спорта, либо управление капитального строительства города, который курирует данный проект и уже его доводит до конца. Помогают согласовывать все документы необходимые, пойти все экспертизы и уже довести проект до логического завершения. То есть у каждого проекта есть свой куратор, уже после голосования, и совместно с этим департаментом человек или общественная организация, которые подали проект, они его реализовывают вместе. Сколько уже проектов зарегистрированы? Голосование еще не началось, насколько я понимаю? Голосование не началось, до 7 ноября у нас принятие проектов. Повторяется у нас ситуация с 2017 года, на сегодняшний день зарегистрированных проектов нет, но есть в стадии редактирования на сайте около 12 проектов, которые сегодня проходят редактирование. Вы уже подсмотрели на какую они тему? Что сейчас вам донесит? Я не посмотрел, и я эту информацию не могу обладать. Для этого у нас есть соответствующее подразделение, которое привязывает эту информацию. Они просто сказали о том, что есть 12 проектов, на какие темы, и о чем там речь, пока говорить рано. Конечно, мы ожидаем снова в последние дни, последнюю неделю максимальную подачу данных проектов. Александр, сейчас на Фейсбуке очень популярна стала такая страница в платформе «Социально активный гражданин». Это не дать застроить и сохранить зеленый театр. Насколько это в компетенции этого проекта, интернет-платформа «Социально активный гражданин»? Сможете ли вы как-то помочь сохранить зеленый театр? Я думаю, эта тема волнует многих одесситов. Как раз для этого была разработана платформа «Социально активный гражданин». У нее есть три подразделения. Это общественный бюджет, сервис электронных петиций, о котором вы говорите, и общественное обсуждение. То есть, любой вопрос, любая проблема жизнедеятельности города, которая волнует одесситов, может быть подана на данный сервис. И уже набрав соответствующее количество голосов, вопрос будет рассмотрен либо структурными подразделениями городского совета, либо исполнительным кабинетом, либо на сессии городского совета. Реально помочь этой проблеме, как вы понимаете? Насколько я информирован, насколько я знаю, эта проблема носит хозяйственные споры. Там есть несколько собственников, между которыми и возник там данный конфликт. Поэтому здесь все-таки должны разбираться не только чиновники, но и, в принципе, собственники, которые ведут этот вопрос. Спасибо, Александр. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Александр Жильцов, директор Департамента внутренней политики. И мы обсуждали общественный бюджет 2018, о том, как можно оставить электронную петицию и куда пойдут деньги из общественного бюджета. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо. Счастливо. Счастливо.